Всем привет! Вещаю с Мадагаскара, тут очень красиво, снимаю уже об этом видео, ждите, скоро выйдет у меня на канале, но ветрено, теплый ветер, дует целый день, довольно сильный, поэтому не могу снять с каким-то красивым видом. Рассказываю из отельного номера, там, видите, сзади даже чуть-чуть бассейн виден. Значит, на Мадагаскар я попал очень хитрым путем, и в связи с этим я буду проводить для самых умных, смекалистых, смотрите, где-то во второй половине видео, конкурс, я решил, надо что-то на новый год вам подарить, правильно? Вот, но просто так дарить не хочется, я жадный, поэтому мы устроим конкурс на самого интеллектуального и хитрого, и трое победителей смогут выиграть вполне себе драгоценный камень стоимостью, ну, почти 2000 долларов, где-то там 1600-1800, три человека, да, говорил уже, поэтому смотрите видео, не переключайтесь, я условия оглашу после. А сейчас мы едем, ну, то есть дальше в этом видео, да, сейчас мы едем за лунным камнем по Танзании, значит, про лунный камень немножко расскажу, дело в том, что, как и все вы, наверное, я очень много, очень часто, будучи еще жителем России, видел на каждом шагу лунный камень, вообще везде, в любом магазине, в сувенирной лавке, у каждой бабули, лунный камень везде встречался, ну, и я тоже как-то стал относиться к лунному камню, как к гранату, что это какая-то штука, которая стоит 3 копейки, не особо красивая, и она есть везде, у каждого, извиняюсь, дурака она есть, да. А потом оказалось, что все это были подделки, как и в случае с гранатом, то есть это очень-очень-очень подделываемый камень, это разновидность полевого шпата, так называемого, там есть опленные волокна, которые присутствуют в нужной частоте, помните про дифракцию в школе, да, мы проходили, что там такая радужная появляется, когда в нужном количестве полосочки на опленный миллиметр, да, появляется радужный такой эффект, вот, собственно, тут все на этом строится, оказывается, камень довольно редкий, стоит не прям 3 копейки, я бы не сказал, что очень дорого, но несколько тысяч долларов он запросто может стоить, да, и находят его не так часто, то есть камень считается редким, редким. Самые лучшие месторождения в мире два, это Шри-Ланка и Танзания. Вот в Танзании мы сейчас посмотрим, на Шри-Ланке тоже потом сгоняем, сравним, как добывают здесь и там. Обработанный лунный камень буду показывать далее, но сейчас хочу сказать такую вещь. Очень часто многие, вот мне уже, когда я съездил, я там где-то в инстаграме запостил, что я иду за лунным камнем, пошли заказы, и до этого заказывали тоже, и когда я показываю граненый лунный камень, я дальше буду показывать, многие пишут, что, о, у него такой эффект, лунный камень похож на кошачий глаз. Вот об этом хочу чуть подробнее сказать. Такого камня, как кошачий глаз, не бывает, вообще не бывает, его просто нету. Это название эффекта, ребята, эффекта. Эффект кошачьего глаза может быть у сафиров, у шпинели, у гранатов, и у огромного списка там больше 20 наименований камней, в том числе и у лунного камня. Это когда волокна так расположены, что появляется такой интересный эффект, когда камень выглядит, как глаз у кошки, там такая полоска, да. Встречается этот эффект редко, и стоит это, как правило, дорого и очень дорого, то есть тысячи и десятки тысяч долларов. Сейчас все, у кого есть кольцо с кошачьим глазом, насторожились и правильно сделали, потому что, скорее всего, у вас подделка. Я прикрепляю видео, к этому видео прикрепляю еще одно видео, которое я снимал ранее на Шри-Ланке, посмотрите. Вот там очень ярко выраженный эффект кошачьего глаза на камне. Не помню даже, что же это за камень, я там говорю об этом, да. Значит, стоит он тот, стоил, если я ничего не путаю, 20 тысяч долларов. Я могу путать, посмотрите, я там цену называю вслух, да. Собственно, подделывают в громадных количествах, поэтому принято считать, что это очень доступная штука. Кошачий глаз, такой камень можно купить, опять же, как и лунный камень, да, в любом сувенирном магазине. Причем интересно, что и танзанийцы, и ланкийцы бывают хитрые, как ни странно, поэтому производство и продажу подделок прямо недалеко от добычи наладили много-много лет назад. Если вы, будучи на Шри-Ланке, попросите водителя отвезти вас на добычу лунного камня, то прямо возле добычи, вот добыча, вот, а вот прямо здесь, там такие пацанчики-подростки будут продавать и кулоны, и кольца, и что только не будут продавать, очень дешево, долларов по 70, там по 100 продают, вот такие лунные камни, это все подделки. Я, кстати, обязательно, когда поеду, куплю. Сейчас, видите, я уже ехал, как бы у меня была договоренность с владельцем добычи, и все знали, что едет уже какой-то знакомый владельца добычи, и мне не стали там вот так вот в открытую пытаться пропихнуть подделки. А на Шри-Ланке обязательно куплю, сдадим, как мы это любим с вами, в лабораторию, посмотрим, что там будет написано, то есть, ну, я уверен, что там подделки. Так, дальше, это сейчас все будет дальше про лунный камень. Во время этой поездки я неоднократно общался с масаями, которые были очень осторожными, вели себя, значит, очень недоверчиво, и дети вообще все, как только видели нас, даже не меня, а даже просто моего водителя, они убегали прямо за горизонт. Вообще сейчас об этом будет видео, что там случилось, мы сначала не могли понять, что происходит, почему все, как только нас видят, как будто, знаете, у нас там на лице что-то написано, там, враг, там, да, или убегает, тревога. Просто убегают реально за горизонт. Вот просто они бегут-бегут по саванне, пока они не исчезают из зоны видимости вообще. Оказывается, там небольшой межплеменной конфликт. Межплеменные конфликты у масаяев бывают до сих пор. Происходят они, как правило, в 99.9% случаев из-за коров. А из-за чего еще, да? И, как правило, полиция не вмешивается. То есть, они сами там между собой воюют, даже кого-то иногда убивают, и сами потом друг другу это все выплачивают, опять же, коровами, виры так называемые. Помните, у викингов было такое понятие, как вира, да? Это когда один род другому оплачивает какой-то моральный или материальный ущерб, или убийство кого-то, или там женщину не ту изнасиловали. Как правило, это все есть какая-то у этого цена. И вот старейщины разных племен между собой договариваются, и вот они друг другу все это оплачивают. Полиция не вмешивается, думаю, скорее всего, потому что им, во-первых, лень. Это нужно по саванне нарезать там по 10 часов, да, по бездорожью, чтобы разобраться. Во-вторых, скорее всего, масая друг друга не выдают, я думаю, что они просто не будут давать показания полиции. И еще один момент, я его сразу подметил, но вот как бы очередной раз убедился, что он присутствует, и хочу вам рассказать. У масаев, как у животных, есть, то есть я ни в коем случае не сравниваю, я не считаю, что масаи животные, это офигенные люди, они мне очень нравятся, да, вот за то, что они живут старым образом жизни, и то, что они такие вот боеготовные всегда и гордые. Так вот, у них есть расстояние, которое они оценивают, естественно, только глазомером, которое они считают безопасным. Мы много раз за эту поездку останавливались, ну, раз 15, наверное, я там раза 3-4 подснял, да. Они сначала останавливаются вообще метров за 100 и стараются стоять где-то за деревьями или за кустами, чтобы их не очень хорошо было видно, и прям перекрикиваются с нами, типа, кто такие, что вам надо. И они внимательно смотрят, в том числе за руками. Если с ними разговаривать и махать руками, что мы оттуда едем вот туда, они видят руки, да, что в руках ничего нету, понимают, что автоматика у тебя нет, скорее всего, ты его не достанешь из ниоткуда, да. Они могут подойти поближе, могут, кстати, не подойти, у нас там было несколько таких историй. Потом вторая у них дистанция, да, они подходят уже, когда ближе, тоже они с помощью глазомера определяют это расстояние. Они подходят на расстояние метров 15-20 и уже продолжают разговор с этого расстояния и могут, опять же, ближе уже и не подойти, поговорить, развернуться и уйти куда-то. Могут подойти, но подходили вот в этот раз, так как у них там война, практически не подходили. Оказывается, у биологов есть название вот этого вот эффекта, что они подходят на какое-то расстояние, которое чувствуют безопасным. Как они его высчитывают? Это инстинктивно и оно есть, этот инстинкт есть у животных. Они понимают, что если ты резко сейчас дернешься к ним бежать, ну, допустим, там, нож выхватишь и побежишь на них, да, они успеют среагировать, развернуться и убежать. Это вот такое расстояние. Оно имеет даже какое-то биологическое название, можете погуглить, почитать, если кому-то интересно подробно. Вот, обратите внимание, на видосах это будет. И еще один момент, к сожалению, не успел я снять. Мы ехали, значит, по саванне, по бездорожью, я увидел, что, ну, где-то там метров пятьсот от нас два Масая занимаются ничем иным, как военной подготовкой. Они фехтовали вот этими палками своими, да, как копьями. То есть один нападал, тот отбивал копье, удар наносил ответный, тот тоже отбивал. Мы остановились, они обратили внимание, что остановилась машина, перестали фехтовать, стали смотреть на нас. Я, к сожалению, успел снять очень маленький кусочек, но вставляю даже больше для себя как напоминалку, что мне нужно обязательно уговорить их при мне провести такую тренировку, посмотреть. Потому что мне, как реконструктору, очень-очень это будет все интересно. Так, сейчас я сверяюсь со шпаргалкой, чего я еще хотел вам рассказать. Так, ну, в принципе, пока все. Смотрите, когда закончится часть про добычу, там дальше будет очень много про Масаев, мы были у них опять в деревне. Я расскажу вам про, покажу лунные камни уже после огранки, потому что с момента моего визита туда уже прошел почти месяц, да, и мы успели эти камни получить, они нам почты отправили и огранить их даже, и снять. Я покажу, как это выглядит после огранки, это крайне интересно. Вот, и расскажу, собственно, как можно выиграть троим людям драгоценные камни у нас в подарок на Новый год. Ну, выиграйте в подарок почти, да, почти в подарок. Приятного просмотра! Не переключайтесь, скоро увидимся! Всем привет! Едем за лунным камнем, и опять никого, все как я люблю. О, вон Масай! Ведет коз, и больше ничего нету. Очень красиво, отличная погода. Наш маленький супер джипик. И саванна. Это вот гора называется Меру. Очень интересное название, с ним связано очень много легенд. Гора Меру или Су-Меру, это религиозное вообще место, да, религиозное поклонение. Гора Меру есть во многих культурах. Это вообще изначально главная мировая гора во многих легендах. Едем навстречу приключениям. В общем, едем-едем, тут мальцы пасут опять скот, и мы знаем, что в этом районе тоже нет воды. Кстати, нереально красиво вообще. очень. И, значит, остановились, спросили у мальцов, хотят ли они пить. Они как дернули с дороги просто. Меня, кстати, они не видели. Я сидел с другой стороны. Вот встретили взрослого. Он сейчас попробует их позвать. Но они прям это, мне кажется, побили мировой рекорд по бегу. в чем он идет к ним, они продолжают убегать. Скорее всего, тоже масаи, которые никогда не видели не масаев. Они увидели людей в странной одежде и решили, что лучше дернуть. Вон, вышли из-за деревьев. Интересно, если сейчас они выйдут, спросить у них, чего они боятся. В общем, дети вон вскрылись за горизонтом, убегают совсем. Мы парню отдали, но он вроде их знает. Оставили воду. Вот. Потом дети выйдут, он им отдаст. Бывает и такое. Поговорили с ним, спросили, чего же все-таки боятся дети. Сказали, что здесь между племенами масаев конфликт. И им было приказано, что если вы видите кого-то не из нашего племени, то вам нужно убегать. Вот. Он не верит, что вода бесплатна. Дал нам денег. Мы деньги положили обратно в коробку с водой и вернули ему. он не доверяет, говорит, что такого не может быть, что нам все равно что-то нужно. Bye-bye. Пять часов мы ехали по бездорожью, приехали. Значит, здесь добывают лунный камень. Тут, естественно, сразу работа остановилась, все пришли на нас смотреть. Вот. И показывает нам всякое. Сейчас объясню. Значит, вот здесь глубину шахта 30 метров. И потом она вот так вот живо уходит. Вот туда дальше. Вон, где белое торчит, там тоже эта же штольня 200 метров длиной она. Вот. И тут весь холм изрыт. Значит, добывают частным образом. Владелец, местный житель. Вообще, везде, где мы были, везде владельцы, местные жители. Сейчас покажу, что тут находят. турмалины. Так себе качество. Не очень, не наш уровень. Вот, они слишком мелкие, и они все насквозь в трещинах полностью. Но, собственно, здесь главная добыча это не турмалины. То есть, не ради турмалины сюда люди приходят и здесь работают. Здесь добывают уникальный лунный камень. Это так себе качество. Он весь в трещинах насквозь. Но, посмотрите игру. Видите? Называется радужный лунный камень. Вот такого лунного камня больше нигде нет. Кстати, лунный камень, наверное, один из наиболее подделываемых камней вообще. Я вот сколько проверял на рынках, в магазинах. Натурального нигде практически не видел. И из-за того, что очень много подделывают, появилась легенда, что он ничего не стоит. Он стоит довольно поличных денег. Хорошего качества лунный камень на перстень, ну, там, крат 10, да, будет стоить несколько тысяч долларов. Вот. Ну, по поводу гранатов тоже когда-то благодаря подделкам было такое заблуждение, да, но мы в том числе его смогли разрушить. Сейчас еще вам покажу пару кусочков истории. Здесь он изглубь. Так. Вот он тоже с таким голубым отливом. Но первый был самый яркий, да? Когда его лунный камень, вообще он до огранки, после огранки очень сильно не похож. То есть, это два разных камня, по сути. После огранки он становится прозрачным и начинает отливать разными цветами. Этот будет прям сильно голубым отливать. Видно, да, что он содержит голубой оттенок. Вот обычно они с белым отливом. Здесь он такой голубой и часто радужный. Вот тут еще видно на выходе. Видите, да? Сейчас посмотрим, что тут с добычей. Есть ли неглубокая жила. Если есть неглубокая я покопаю. Вот. Но я посмотрел, они спускают сюда на 30 метров без лестниц, без веревок, вообще без ничего. Если я в таком удалении от ближайшей больницы сломаю себе ногу или руку или шею, я думаю, что это будет не очень хорошо, поэтому я подумаю. Сейчас посмотрю по поводу безопасности, стоит ли туда лезть. Так, смотрим еще по поводу радужного отлива. Вот, смотрите, видите, как он играет. Причем у нас солнца нет совсем, у нас очень пасмурная погода. Вот еще пример. Ну, собственно, это лунный камень лучшего качества. Попробую найти после огранки вам показать хорошую картинку. турмалины. Ну, осколочки турмалинов, но вот они так вот в кварце добываются таким образом. Черный турмалин. Я посвящался сам с собой и решил не лезть на 30 метров вниз. 30 метров это дом сколькиэтажный. Это же 10 больше. Представь, что туда рубанулся. Я попросил их достать породу, то, что они там наупили сегодня. И сейчас мы попробуем ее посмотреть и разделить. Ну, то есть обработать каким-то образом. налей пакет. Пакет налей пакет. на шахте, а Масаи, видите, просто стоят. Они здесь работают охранниками и сторожами. Ну то есть здесь же заборов нету, мы сейчас просто вот как бы в долине, запереть на ночь ничего невозможно, да, поэтому они ночью сторожат и охраняют. Ну а днем делать нечего, вот они просто сидят, смотрят, как люди работают, приятно же смотреть. Так, вот еще хороший экземпляр. Смотрите, как он играет глупым. Мы притащили все, что добыли в лагерь. Сейчас просто перебираем и все, то есть дальнейшие обработки здесь прям не проводят. Отсюда вывозят все это на внедорожниках и гранят в городе, который называется Дар-Эс-Салам. Это довольно далеко отсюда, лететь на самолете надо. Я договорился, самые лучшие ограненные образцы пришлют мне на Занзибар. Домой я сниму. Цены, естественно, будут оптовые, да? Вот я вижу один хороший вариант. Цены будут оптовые. Я сниму, вывожу, прикручу и можно будет... Ну, если будут отправлять долго, я отдельное видео сниму, можно будет закупаться. Лунный камень до огранки и после огранки это два совершенно разных камня. Так вообще никогда не поймешь жизни, как он ограница. Ну, просто скалывают лишнее, чтобы не возить. Туда-сюда бензин не жечь. Но никакую огранку или предогранку ничего не проводится. Всем продают просто килограммами. Я не люблю, кстати, покупать килограммами, потому что там может быть 99% на выброс, а может быть все на выброс, а может быть 30% и угадать невозможно. То есть это нужно запускать объемы. Нужно покупать столько, что у тебя уже в глазах будет рябить от лунного камня или от гранатов. Я такую работу что-то не очень люблю. Я люблю, когда оно сразу красивое. Ну и рисков нету, да? И не нужно высчитывать все эти объемы, потери. Все-все остальное. Поэтому мы вот и тетеньке будем покупать уже на стадии огранки. Этот прям хорошо блестит, я вижу. Смотрите, прям огонь. Огненный огонь. Интересно даже, как он будет выглядеть, когда граница. Почти как опал. Блестит. Очень хороший. Так, а этот что у нас? Под таким углом видно. Но это он грязный еще весь. Его, конечно, если подрезать, полирнуть, он будет тоже прям отличный. Мы сидим, и они говорят, извините, мистер, а мы у вас видели в машине воду. Могли бы мы чуть-чуть. Конечно же, могли бы. Мы это добрые. Ты глупый. Вот. То есть, ну прям тут реально вода, это валюта и ценность. И не знаю, можно с помощью воды выразить уважение и благодарность. Это как-то у нас в голове не укладывается, да? Моя владелица говорит, сейчас покажу вам, где мы тут живем. Ну, это обычный палаточный лагерь. Если вы туризмом занимались когда-нибудь, то... Ее там в темноте, правда, не очень. Вон, улыбка, видите, видна. Это тетя. Ничего необычного для меня, по крайней мере. Вот там они, там у них кухня, они там есть готовят. И вон там у них вот синий это туалет. То есть, в принципе, обычный лагерь. И вон там таких много. Вон везде, видите, по туалетам их можно... Опять айфон не наводит резкость. По туалетам можно их заметить, где еще у лагеря есть. У всех туалет из одинаковые синие и клеенки сделан. Ставьте снова. И возьмите горизонтально. И твои пальцы, да? Я учусь стоять, как Масай. Вот так вот. Говорят, что львы, когда видят, что человек стоит таким образом на одной ноге, они стараются куда-нибудь подальше свалить. Все-таки я решил спуститься. Это было сложно, потому что здесь никаких... никакой техники безопасности, но я решил сам попробовать все равно покопать. Вот, сейчас попробуем. То есть, мы берем просто жилу. Примерно как с гранатами, только тут все намного плотнее. В гранатах мы долбили печальник, а здесь и печальник. Поехали здесь, если хочешь. Поехали. Хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем. Да. Да? Ага. Так, это обычные фонарики, не специальные, но чуть помогает. Кстати, когда я бью, прям искры летят. Есть. Оно не понятно. А да, голубой отлив есть. Оно, значит. Так. Не самый легкий труд, конечно. Тоже оно, мы прям пожили идем. Голубой отлив присутствует. Ну все, сейчас поработаем. Все, что найду, заберем себе, конечно же. Окей, стоп. Из всего, что я достал, вот один кусочек я забираю. Там пару кусочков было хороших, но я все, не повезу. Этот заберу. Тут был интересный случай. Ко мне подошли Масаи и спросили, а не Кабуру ли я случайно? Кабуру, Кабуру, да, такое слово. Сразу владелец шахты, мой переводчик и еще с нами, который парень ехал, стали хором отрицать, качать головой и говорить, нет, нет, он не Кабуру. Он не Кабуру, Россия, Москва, Владимир Путин. Тогда Масаи там что-то типа, ну ладно, тогда давайте я ему пожму руку. Но это моя интерпретация. Спросил, что такое Кабуру. Оказывается, это на сленге так называют белых колонизаторов Южной Африки. ЮАР, да, белые, которые в ЮАР поселились и геноцидили там местное население довольно долго. Их здесь сильно очень не любят. Сказали, что если бы я ответил положительно, что да, я Кабуру. Или они бы узнали, что я Кабуру, меня бы побили и выкинули отсюда минимум. А могли бы, в принципе, и убить. Я спросил, ребята, а какое отношение Масаи имеют к Южной Африке? К ЮАР, вы же там никогда не жили, в принципе, и вас никто не геноцидил. Они сказали, что белые южноафриканцы очень много всего здесь силой захватывали. То есть там 30-40-50 лет назад они приезжали сюда семьями, все с оружием. И давали взятки местному правительству. Вы понимаете, что даже в России не сложно дать взятку правительству, да? А здесь-то совсем легко. И захватывали самые лучшие земли и на них никого не пускали. Масаи запрещали выпас. Сгоняли с них все племена, банту и все-все остальное. И даже говорят, что многих убили. Насколько многих, не знаю, но говорят, многих. Вот, поэтому, оказывается, кабуру здесь не сладко придется, если они сюда приедут когда-нибудь в гости. То есть их много где не любят. А я смотрел по телеку очень много сюжетов, что... Посмотрите, какой вид за мной. Потрясающий, да? Вот, смотрите. Очень красиво. А я смотрел по телеку очень много сюжетов, что вот эти вот кабуру, то есть белые южноафриканцы, они просто очень-очень сильно трудолюбивые. Очень. И поэтому их не любят. Потому что они много работают и хорошо поэтому живут. Им просто все завидуют. Знаете, мне это напоминает очень сильно истории про раскулаченных. Когда дедушка очень-очень хорошо много работал, а его за это раскулачили и расстреляли или посадили. А потом оказывается, что если копнуть, то он закабалял всех в деревне, выдавал им кредиты, забирал землю. И потом его подельники людей били и калечили, чтобы деньги обратно забрать. Вот тоже интересные аналоги у меня такие возникают. В общем, с лунным камнем плюс ставим, да? То есть у нас гранат плюс, красный полихромный, зеленый гранат плюс и лунный камень плюс. Это лучшего качества лунный камень, который я, в принципе, вообще встречал. Посмотрим, как он будет выглядеть после огранки. Итак, продолжим. Вот, значит, та самая тетенька, которая в палатке сидела, ее не было видно. Ничего, кроме улыбки. Выслала моему огранщику по указанному мной адресу, значит, вот эти кусочки, которые они там наколупывают. И, собственно, смотрите, что мы огранили. Очень хорошо получилось. В Танзании я побоялся огранить, потому что, ну, как бы, огранщиков хороших крайне мало, и они очень сильно заняты. У них на месяц вперед расписана их работа по огранке, да? Поэтому плюс, видите, я в разъездах постоянно, а мой огранщик он еще и хорошо снимает. Я его очень долго этому учил и специально покупал ему айфон. Уже даже мне заказали несколько камней, и даже мы собрали наборчик на серьги, на кольцо и на кулон. Скоро отдаем в работу, похвастаюсь, что получилось. Очень хорошего качества лунный камень в этом месторождении, и эффект вот этого кошачьего глаза, он присутствует. Он где-то больше выражен, где-то слабее, но он есть, и приятный голубоватый отлив. Есть, к сожалению, его плохо очень ловит камера. Мы пробовали разными телефонами, вернее, огранщики компании пробовали разными телефонами снимать. Не так ярко видно, как на самом деле. Плюс погода довольно пасмурная была, но, тем не менее, даже так вот выглядит красиво. С камнем, я начал читать, связано огромное количество легенд, всяких поверьей. Очень-очень-очень много, очень много. Многие древние народы, так как на Шеланке есть богатое месторождение, его там разрабатывают очень давно, да. Многие древние народы успели придумать очень много всяких магических свойств для лунного камня. Верить в это или не верить, дело ваше, я, например, с удовольствием все это изучаю с точки зрения именно культурного богатства, да. Так, про лунный камень, вроде все. Теперь внимание про конкурс. Значит, рассказываю предысторию конкурса, да. Мадагаскар сейчас закрыт. Попасть сюда можно только с разрешения и с приглашением от правительства. Я, кстати, не совсем на Мадагаскаре. Рядом с Мадагаскаром есть такой маленький островок, называется Нозиби. Вот на сам Мадагаскар, на большой вот этот вот остров в форме... Мне в детстве всегда казалось, что это форма катера. Если его так развернуть, да, то он на катер похож. Вот, вот попасть туда можно только через этот островок Нозиби. Я, кстати, очень рад, что сюда попал. Видите, у ковида есть свои плюсы. Если бы не ковид, я бы никогда бы сроду не узнал, что вообще есть этот остров. Что здесь так здорово. Я наснимал огромное количество животных. Очень доволен, очень доволен. Вчера прям я был в восторге весь день. Скоро смонтируем видос. Поснимал, как местные люди живут, чем занимаются, как тут все выглядит. Обзор острова провел, в принципе, всего. Скоро будет готово. Так вот. Попасть сюда я мог только с разрешения и с приглашения правительства. Ну и, собственно, мы его, конечно же, оформили. Я сюда прилетел ненадолго. Скоро лечу обратно в Танзанию. Будем дальше с вами. Я считаю, что Танзанию нужно досмотреть до конца. Да, все там еще и золото добывают, и бриллианты, и танзанит, извиняюсь. Камень, который меняет цвет. Александрит. Александрит. И на добыче танзанита мы, собственно, не были. Вот. Закончу с Танзанией, потом на пару месяцев на Мадагаскар. Здесь тоже очень много всего интересного. Сейчас я прилетел забрать один конкретный камень для одного конкретного богатого покупателя. Я его заберу, отвезу и буду опять в Танзанию. И, собственно, через этого покупателя мы оформили приглашение для меня. Так вот, в чем смысл конкурса? Вам нужно в комментариях под этим видео, да, написать, как вы считаете, в роли кого я сюда приехал официально по документам. Сразу скажу, это никак не связано с камнями вообще. Вот любые можете писать версии, сферы, не буду подсказывать ничего. Количество попыток может быть неограниченным. То есть, вы можете прямо писать там 100 комментариев, 50 комментариев. Если кто-то угадает, конкурс после выхода видео, конкурс будет идти этот неделю, да. Я думаю, если, а кто-то 100% угадает, потому что, ну, очень много хитрых, внимательных и образованных у меня подписчиков. Трое первых угадавших получат на выбор или синюю шпинель, или алый гранат, или черный звездский сафир. Цены вы знаете, да, они у нас от 1300, 1600, 1800, да, примерно такие. То есть, это все не самые дешевые, невзрачненькие камешки. То есть, это достойный подарок за ваш интеллектуальный труд, скажем так. Но я хочу оговорить один момент. У нас была история, мы не один раз проводили розыгрыши в инстаграме, и мне не понравилось, честно. Почему? Смотрите, когда не было ковида, у нас доставка была одну, две, иногда три недели, да, в любую точку мира. Сейчас она занимает месяцы, и это зависит не от нас. Вот мы проводили последний конкурс, не помню, несколько месяцев назад он был, или может быть даже полгода прошел уже. И некий человек из Липецкой или из Курска, я вот сейчас не смогу вспомнить, выиграл гранат. Я пишу, давайте, поздравляю, давайте ваш адрес, индекс, номер телефона, фамилия, имя, отчество. Он все написал, я написал ему, все, мы отправили. Проходит неделя, он пишет, ничего не получил, так и знал, что это развод, аферюги, негодяи и вообще все вы плохие. Вот, как бы, давайте сразу договоримся, если у вас есть, значит, какой-то негатив, лучше не участвовать. Потому что по срокам доставки я сейчас никаких гарантий и точных сроков четких называть не могу. То есть я вам отправлю, скину этот трекинг номер, вы сами следите за ним. Сколько оно будет идти? У меня одна посылка шла полгода, вот в прошлом 2020 году. Да, ну ситуация такая, ничего не сделаешь, я не могу его, к сожалению, к вам телепортировать. Так вот, еще раз, что написано в приглашении от правительства? Я приехал в роли кого? Значит, возможно, когда я буду улетать обратно, приглашение, у меня его постоянно спрашивают, у меня его заберут, возможно. Да, я не хотел бы его показывать, поэтому мы сейчас сделаем намного проще. Во-первых, там на французском, да, во-вторых, мы сейчас сделаем намного проще. Я сейчас прямо здесь, вы видите, да, во что я одет, значит, все, что вокруг меня, за мной. Я сейчас закончу снимать это видео и сниму ответ на этот вопрос, да, вот, что все было по-честному. Отсюда я улетаю завтра дальше на сам Мадагаскар, с этого маленького островка, и вот этого вида за мной больше не будет. Футболка у меня останется, вид нет, и повторить я его потом не смогу. Ну, вот, поэтому ответ, собственно, он будет заранее, я придумать потом не смогу его как-то поменять, сфорифицировать или что-то, значит, подстроить так, чтобы, как иногда, я помню, тоже были такие комментарии, что знаем мы ваши конкурсы, у вас всегда их выигрывают свои. Ну, вот, чтобы так не получилось, я запишу ответ. Так, и что я еще вам хотел рассказать. Так, собственно, все, смотрим дальше про Масаев, сейчас мы едем к ним в деревню, я обещал, и я собираю информацию, у меня будет отдельный выпуск только про Масаев, вообще только про их жизнь. Жизнь, традиции, обычаи, культура, религия, религии, да, и всякое такое разное. Всем привет, не болейте, ждите выпуск про всяких животных с острова Нозиби, про камни ничего не будет, здесь нет камней, но зато здесь потрясающе красиво, весело и интересно. Не болейте, берегите себя, сейчас опять ковид зверствует, да, к сожалению, многие думали, что вот как только Новый год так, да, все закончится. Нет, оно никак не заканчивается, поэтому берегите себя, не болейте, всех с наступившим, счастливо. Ко мне опять пристают мужики. Первый раз видит белого человека. Так, тут есть Масаи-алкоголик, это, кстати, я вижу впервые, они обычно мало пьющие, мы купили ему алкоголь, он разрешил снять свои шрамы. Вот, у него на лице шрамы, видите, на щеках и на лбу кружки, да, вот, это что такое? Это распознавание племени, у каждого племени свои метки, то есть это вот как раз, если вы мои передачи про Сакьян смотрели, вот то, что делается на лицу, на лице, оно обычно не несет никаких магических символов, это просто свой-чужой. Ну, то есть, из какого он племени, ты на него смотришь, сразу понятно, враг, друг, свой, союз, война, чё как. Спасибо большое, Масаи. Спасибо. Ну, а вот еще, кстати, специально для реконструкторов, его браслеты. Ой, ну, 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 как-ну, не пора, ну, нет. Нет, нет, слушай, не пора. Вот, вам знакомо, вам знакомо, да, если вы занимаетесь реконструкцией, это на все времена, периоды, эпохи браслеты, всегда и везде. в этом районе тоже все хотят пить но тут я уже говорил идет небольшая война между племенами и они или вообще убегают сразу или стоят издалее переговариваются но не подходит конфликт у них произошел как вы думаете за чего из-за телочек но не человеческих а коровьих кто же будет за женщины конфликтовать никто женщин много коров мало коровы красивые сейчас идет мужчина если не побоятся подойти поделимся с ними водой у нас уже не так много и осталось воин подошел а тетеньки сзади прячутся боятся побаиваются прикольно не стоят на палке опираются одна нога отдыхает кстати я вот сколько мы ездим никогда не видел чтоб масса и лежали на земле или сидели где-то на поле они всегда стоят обязательно и у них такая выправка прям военные очень ровная спина интересно как их готовят короче это тетеньки обе жены этого парня когда мы здоровались и обратил внимание что в одной из них руки в глине спросил почему руки в глине сказали что прям сейчас в данный момент строят дом опять же заметьте правильная постановка вопроса дом строят женщины ну а кто еще может строить дом правильно как сказал мой друг лимжука вся работа должна быть женской вот это у массаев правильный подход сейчас посмотрим как они строят дом массаев как и у многих людей которые живут старым укладом до многоженство присутствует я уже об этом говорил и у одного может быть до 12 жен почему так много но потому что во первых работа до много работы по дому во вторых они же рожают постоянно каждый год уровень медицины низкий но смысле тут вообще практически нету имеется в саване такт в танзании очень хорошая медицина вот рожает каждый год и очень большой процент смертности до 30 процентов во время родов могут тетенек помереть как и в средние века ему смешно что смотрит как строят дом смешивают коровий навоз глиной из палок делают каркас и вперед вот заготовочка это будет еще дом один тут в принципе ничего совершенно военного нету но все равно мы такое не видели поэтому посмотреть интересно в общем строить дом это не мужская работа в принципе но я вот с ними солидарен как бы дома строить должны женщины но я понимаю что эти заборы делают женщины дома строят но вот мужчины только пасут стадо и все больше ничего не делают вот кстати бегут дети сейчас моим воды отгрузим а сингвинит гивзем вот вот он объяснил что этот глина с какашками смешанные с навозом коровьим то есть вот вы сейчас видите настоящий дом из говна и палок натуральный быстро поздоровались со мной правильно боятся значит уважают видите какой уважаемый так сейчас мы водички принесем мы поедем я вот видео бабушку хочу знать сколько лет мне интересно потому что пожилых масса я практически не видел буквально человека два три они все молодые она может стать не знаю сколько лет вот смотри не страшно же молодец дети оказывается здороваются руку голове прикладывают но ведь сначала они всегда боятся потом все и веселые а вон тот который меня пугается побежал а бабушка я так и думаю да она не знает сколько лет у массаев нет фиксации возраста это круто ты тебе столько лет на сколько ты себя ощущаешь мне нравится sorry sorry can you ask where they take water can you ask them where they take water how many kilometers from here вот я кстати еще хотел рассказать смотрите он с детства ходит с длинной палкой да это что такое вроде как игрушка да ну типа ему вырезать эту палку говорят вот ходи будешь как папка и папка тоже с палкой вот это не что иное как привыкание к оружию то есть он с оружием никогда не расстается это не просто палка это копье вот он наконечник возьмет дома нацепит и у него уже оружие а он привык с ним понимаете если вы когда-нибудь например бывает что фильмы смотришь да там человек с автоматом или с ружьем потом ты берешь ружье чувствуешь себя непривычно она как-то мешает это не знаешь как его нести вот она как-то в руке не лежит вот а тут ты уже с детства привыкший к копью она всегда у тебя там тети разголодели сзади идут господи нас снимают будут и на всю жизнь потом вспоминать тоже такой момент про ценность воды смотрите мы воду дали прошли с ними до дома она воду отнесла к дому вы видели да потом мы сказали пойдемте мы еще дадим воды она воду взяла с собой обратно к машине как вы думаете почему она подумала что ну я так предполагаю что пока она пойдет за еще одним еще одной упаковкой эту выпьют без нее понимаете вот как бы то есть вопрос воды действительно стоит очень серьезно вот он говорит что чтобы всем хватило обязательно я им сказал так им говорить что это не только для одного ну все мы едем опять дальше бай-бай бай-бай масса и бай-бай бай-бай то рот раскрыла пока во все всем пока это ребята то чего никогда не смогу понять на папуа я с тем же сталкивался вот в танзании и в россии тоже присутствует эта ситуация видите крестик да вот то есть вы видели в каких они живут домах у людей нет воды дети без воды живут а постоянно испытывают жажду нет больниц смертность время родов люди умирают от малярии но зато церкви везде вот ты едешь по саванне есть есть деревни на каждые пять шесть деревень стоит две три церкви то есть это какое-то безумие или я не знаю как назвать причем это большой дом то есть но он метров 250 квадратных примерно можно было построить это не скидываются да то есть все масса и вокруг продают коров как папуаса свиней когда-то рассказывал скидываются и у них даже соревнования у кого церковь круче красивее у кого больше церквей то есть можно было построить хорошую больницу современным оборудованием или там не знаю не построить три церкви построить одну большую крутую больницу да чтоб не все вокруг ходили нет надо во славу иисусе христосе строить вот это вот это конечно вот вот это я понять не смогу вообще никогда совершенно то есть можно было сколько скважин набурить да я думаю церковь стоит намного больше чем 6 тысяч долларов значительно но нет скважины не надо больницы не надо нам нужна церковь пожалуйста